Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю играть в Пое, и это видео я записываю через не такое уж большое время после предыдущего, это тот же персонаж, прошло, ну, примерно день, где-то так. В общем, почему я его записываю? Потому что я случайно прошёл Пое, точнее, за шансы у Скайфорд. Эта хрень стоит 26 экзалтов в данный момент, и кроме этого, в тот же день, в тот же вечер, я за шансы у Скайфорд, потом я взял так, в 60 у меня, по-моему, было фузингов, и за 20 из них залинковал 5 линками свой вальтаксик. Так что, да, довольно офигенно всё. В общем, ботинки стоят 26 экзалтов в данный момент, вроде раньше стоили чуть больше, но, естественно, в начале лиги, чем раньше в лиге, тем дороже всё. Почему они такие дорогие? Потому что это бестэнслот-ботинки для энерги-чилд-билдов, по сути. В них есть мана, в них есть мувспид, 30 мувспида, то есть это максимум для большей части неуникальных тапок. В них есть пауэр-чарджи при критах, просто так, то есть это халевный линк, грубо говоря. Причём не халевный линк в сапогах, а халевный линк во всём сразу. Пауэр-чардж он крит. Слабее немного, но всё-таки. В них есть уменьшение ман-резервации, то есть ауры легче воткнуть, и 6% это довольно много, это больше, чем поинты на скилл 3 дают в большинстве случаев. То есть большая часть поинтов на скилл 3 дают 4%, кроме, по-моему... Да, вот это даёт 6, это самый большой, насколько я помню. И в них есть стан, изменение стана. В общем, последние два поинта, последние два стата. У вас нет регенерации жизни, если вы играете в биот с энергощитом, то у вас в любом случае нет регенерации жизни, скорее всего. Так что пофиг, если вы только зоотсалф не берёте. Но, как бы, его нет особого смысла брать в большинстве ситуаций. И последняя строчка, стан, основан на пятикратной вашей мане, а не на жизни. То есть когда меня станет, мне нужно нанести какое-то количество урона, чтобы меня застанет. И этот урон, он пропорционален моей жизни. То есть у меня сейчас 3000, ну 3400. Грубо говоря, мне там нужно нанести 300 урона, чтобы меня застанело. Если меньше, мне пофиг. С этой фигнёй оно будет скейлиться от пятикратной маны. То есть в моей ситуации у меня сейчас 600 маны. То есть это будет там 3000, грубо говоря. Что заметно больше, чем большая часть... Чем в жизни большая часть из себя персонажей, у которых там, не знаю... Без TI было бы там 1000-1500 жизней, может быть. Так что да. Сапоги очень офигенные. И очень дорогие. И они, мало того, они как бы очень крутые без тренслоут. То есть это лучшие сапоги для щитовых билдов, в принципе. Но при этом они ещё и очень редкие. Это один из самых редких у них в игре. Так что я, в принципе, эту лигу шансил все сапоги этой базы. И вот, наконец, они мне зашансились. Так что теперь осталось их продать, купить все челленджи и больше не играть в эту лигу. Ну не, играть-то я всё равно буду, но всё-таки. Ну, в общем, да. Так что теперь я залинковал свой вальтаксик. Я всунул в него Бластрейн, Яд, Конк Эффект, Верпанели и Замедленный Проджектив. Я не уверен, может быть, имеет смысл всунуть туда, например, Лайтнинг Дамаг. Он, может быть, будет эффективнее. Проблема в том, что он у меня не прокачан. Я даже сейчас, наверное, попробую. То есть я перекрашу. Мне нужно два синих, красный и два зелёных тогда, получается, в линке. Это два синих, но не красный. Сойдёт. Я, правда, не обратил внимания, сколько у меня было ДПС, но я могу переставить в броню, чтобы сравнить. Итак, Бластрейн раз. В принципе, нет, я даже сначала переставлю в броню, чтобы посмотреть, сколько у меня сейчас было ДПС. Так, это мой сетап из брони. Так, Конк Эффект, Бластрейн, Яд, Медленный Проджектив. У меня было 15, почти 16 тысяч. Теперь Бластрейн, Яд, это не влезает. Это, это, ну и, допустим, если я прокачанный, Лайтнинг воткнул. Ну, тоже, в принципе, почти столько же ДПС, правильно? Было 15 800, ставил 15 840. Так что, в принципе, нет особой разницы. Ну, раз уж я перекрасил, я так, скорее всего, и оставлю. Так, нет, я что-то не то делаю. Только я, наверное, воткну всё-таки менее прокачанный вариант. И получу... Вау, сильно меньше урона. Чёрт. Ну, что поделать. Теперь у меня есть красный и зелёный сучи свободные. Чтобы что-нибудь качать. Я мог бы купить Адэд Лайтнинг у кого-нибудь более прокачанный. Ну, или он прокачается там через какое-то время. Всё-таки его не так долго там до 18 качать. Просто у меня нет уже прокачанного. Альтернативно я мог бы всунуть сюда крит, кстати. Где мой камень крита? Ну, это какой-то мой камень крита. У меня был... Да, крит шанс. Или крит дамаг. Сейчас 13 900. Так 14 800. А так... 14 500. То есть крит шанс более хороший вариант. А это я пока качать буду. И получается у Бластрейна... 58 крит. Да. Наверное, это хороший вариант. Ну и... Почему бы не попробовать что-нибудь там, не знаю, от Зири сбегать? Я не уверен, что я смогу её адекватно сейчас убить, тем, что у меня сейчас есть. У меня не так много жизни. Ну, резисты у меня все в капе, конечно, но всё-таки... У меня... Не так много ДПС. Это меня в основном немножко напрягает. То есть 15 000... Не факт. Ну ладно. Попробуем всё равно. Это вообще хороший билд для убийств в Адзири, но... Когда он прокачан, наверное. При том, у меня нет каста на мечтейке, но оно и не особенно над длиннобойным билдом. А у меня... Нет. Чего у меня ещё нет? У меня будут некоторые проблемы с рефлектом на самой Адзири, если её случайно будут убивать. Я мог бы, наверное, выключить... Этого Геральда и включить электрического, чтобы... Меньше проблем с рефлектом было. Ну хрен с ним. Я могу просто не стрелять по... По той Адзири. Окей. Тут ничего нет. Может, я до неё даже не дойду. Не знаю. Я не такой уж прав в убийстве Адзири. Я её убивал, конечно, довольно много раз. Но без смертей обычно не получается, например. Окей. Ну, кстати, не то, что я хотела сделать. Музей мне не нужен, в принципе, но пусть будет. Не знаю. Так, я не очень хочу здесь быть. Окей. Шесть процентов в бутылку. Нет особого смысла подбирать. Портал на всякий случай. Мне сейчас отвалится Бладрэйч, но это хорошо, на самом деле. На боссе оно мне не настолько нужно. Френзи я могу и так генерировать. Хотя надо ли мне френзи генерировать. Окей, нет. ДПС нормальный. Так, он почти мёртв, по-моему. Да, определённо. Готово. Робо-хрень. Кольцо стоит подобрать. Гравер, наверное, тоже стоит подобрать. Остальное всё не нужно. О, тут пирандусы бывают. Ну, собственно, да. Почему? С чего бы им тут не бывать? Хотя в лабиринте, например, их не бывает. И на миссиях мастеров их не бывает, и ещё там где-то их не бывает. Обычный част. А, устроили тут. Ну, естественно, больше всего я боюсь самой Адзири. Ну, хотя нет, с чего мне её бояться? Я умею относительно неплохо её убивать. То есть она, может, меня там убьёт на разделении, потому что я плохо уворачиваюсь на её разделении. Но, кроме этого, она вряд ли мне что-то сделает. Допустим. Файршторм 19-й можно продать. Угненный тотем 18-й можно продать, наверное. Остальное, в принципе, не очень. Но Ассасинс Марк возьму, потому что у меня, возможно, хуже. У меня... Нет, у меня лучше. Мне не особенно нужно зачищать всю локацию. Так что я могу сразу так добежать до боссов. Найти моба, чтобы отхилиться. Да, отлично. И теперь эти трое. А. Ау. Окей, эти трое меня очень быстро убивают, если... Если догонят. Теперь я знаю. То есть нужно реально... Далеко быть. Ну, попытка номер два. Одна готова. Окей. Одна готова. Здесь вот, конечно, бластрейн неудобен. А где они все? Чувак, смотри. Так, стоп. Нет, это циклонер. Он мне не нужен. Сейчас убью его, случайно. Было бы нехорошо. Потому что даустрейкер вроде там то ли рефлект получает, то ли еще что в третьей фазе. Так что он опаснее. Точнее, он не рефлект вроде бы, а этот... Огненные шипы. То есть он... Когда я в него попадаю, он дамажит меня огнем. Независимо от того, чем я в него попадаю и как вообще. Окей, этот убит. Теперь остался... Циклонер. Упс. Много. Много всякой фигни. Очень много всякой фигни. Готово. Ну, трио. Немножко сложно. В основном потому, что был острейн неудобен против таких быстрых мобильных врагов. Ну и потому, что они меня слегка ваншотят. Да. Это немного мешает. Еще сапоги. Это вот те самые сапоги, из которых я зашантил в Скайфорд. Они с таким наркоманским звуком падают в этой лиге. А, не в этой лиге, а в этом фильтре, который у меня. По идее, самый дорогой... Ну, хотя не знаю. Самый дорогой не лего-си уник, наверное. Какой-нибудь Волкс Деволшин, может быть, и больше стоит. Хотя не факт. Ну и, естественно, на стандарте всякие там Каумс Хард с тысячей жизней и прочие совсем лего-си уники, которые поменяли. Они не просто больше не падают. Они дороже. Ну, это на стандарте. Окей. Так, я хочу быть здесь. И это уже от Зили. Ну, она меня, скорее всего, будет ваншотить. Чем угодно. Возможно, даже копьями. Так что надо быть аккуратным. Окей, эта фаза легкая. Если до нее дойдут зомби, то она немножко отсилится, но до нее не дойдут зомби. Естественно. Кто им позволит. Упс, нет. Копьями не ваншотят, но неприятно все равно. Так, где зеркало? Это не зеркало. Упс, да, не успел выбежать. Но снес я сплит-фазу. Окей. Так, флайм-бласт меня ваншотит. И, в принципе, с таким лосфидом легко из нее выбегать. Из всего, что она делает. Но мне не помешало бы, наверное, больше бутылок от Блида. И также из флайм-бласта все-таки нужно приоритетно выбегать. Окей. Когда они с трех разных сторон идут, их не очень удобно всех убивать. Разделение. Вот это с флайм-бластом. А. Окей, нет. Флайм-бласт меня сейчас не ваншотит. Но, видимо, в тот раз то ли кританул, то ли просто разброс такой. Мне не стоит так бегать по всей арене. Да, блин. Ну, естественно, я слишком криворукий, чтобы ее без смертей убивать. Я это в самом начале сказал. Надо просто активнее уворачиваться и менее активно ее расстреливать, наверное. Опять со всех сторон. Почему вы со всех сторон? Еще одно разделение. Окей. Еще одно разделение. Черт, это зеркало. Ладно. Копия встанет. В этом моя проблема. Здесь у меня попало копье. Я из-за этого застанивался и не смог выбежать из... Сторм-коллы и после этого еще и своем бласта. Упс. Да, так лучше. Окей. Мелкие копии, когда она вот такую вот пачку кидает, они, по-моему, слабее и меньше станет. Так что с ними должно быть меньше проблем. Готово. У, скипетр. Скипетр это самый дорогой, по-моему, что она дропает. Ну, кроме Мортал Хоупа. К сожалению, он мне нафиг не нужен. И Гарб. Гарб мне тоже нафиг не нужен, конечно, но все-таки. Скипетр. Дреанис Каталист. Дает элементальную пролиферацию. Наносит приличный урон сам по себе. Это довольно хорошее однорочное оружие, если его как оружие использовать. Дает... Плюс 81% элементального дамага. Элементальный лайф-лич. То есть, от любого элементального урона. И... Глобальный крит немножко и каст-спейд. То есть, в принципе, он хорош для всего. Универсален, но не суперкрут для всего. И такой стоит. Где у меня трейд? 15 хаосов? Не знаю. В чем у него вообще разница? У него бывает разброс дамага. Самый низкий 65-100. Самый высокий 85-160. Это прибавка дамага. У меня почти самый низкий. Зато у меня кап в скорости каста. И у меня... Почти кап в скорости атаки. То есть, там скорость каста 6-10. Скорость атаки 11-15. Крита у меня средняя. Элементального дамага у меня очень мало. 80 минимум. 100 максимум. То есть, у меня на единичку всего лишь выше. Ну, наверное, мой достаточно дешевый. Но... Все-таки. Все равно неплохо. Так, ну и теперь... Да, ничего хорошего, естественно. Ожидаемо. И что еще натропалось? Тоже ничего хорошего, в принципе. Да, 41 фаер-резиста, но всего лишь 29 жизни. Гарб, не знаю, зашансить. Не нужен. Ну, окей. Зато я могу этим билдом уже убить Адзири, если я еще прокачаюсь и получу больше дипса. Хотя я не уверен, где мне его еще получать. То есть, на скилл 3... Больше вроде бы особенно негде, кроме чарджа. То есть, я сейчас собираю пауэр-чарджи здесь, фрэнзи-чарджи здесь, фрэнзи-чарджи здесь. И потом я не знаю, что я буду делать. Там, да, соберу крит тут. И поеду в сторону этого всего. Потому что я реально не знаю, куда еще... А, крит-мульти вот этот стоит взять и вот крит здесь. Ну, да. Камни, конечно, от того, что камни прокачаются, ДПС вырастет. То есть, у меня раз 17-й всего лишь. У меня Аддлайкинг 18-й. Это на вторичке, ну, не на вторичке, а на АОЕ, по сути. Тут сингл-таргет, конечно, важнее для Аддзири, но все-таки. Там, не знаю, Голю меня не призвал даже. На все это. Уэкингер от прокачки почти ничего не получает. ГМП. Ну, получает, конечно, немножко больше урона, но все-таки там незначительно больше урона. ГМП. Вепен элементал дэмэдж, это хороший множитель урона. Чейн тоже. Эти все три камня от прокачки дают много урона. Лайкинг тоже дает от прокачки много урона. Здесь сам Бластрейн, по-моему, от прокачки немножко урона прибавляет. Не уверен. Конг-эффект много дает урона. Поизон не очень много дает урона. Он в основном полезен тем, что он яд применяет. Инкрест-крит. В принципе, урон не дает, он дает крит-шанс, но все равно ДПС немножко прибавляет. И ве-панели. Ну, инкрест-крит я заменю на Ададо Лайкинг, когда он у меня будет нормального уровня. Да. Стоит достать где-нибудь ваульские ауры. Там, ваульхейст какой-нибудь для повышения бурсового ДПСа. То есть, когда мне надо кого-нибудь очень быстро убить, я включаю ваульхейст и очень быстро убиваю. Это очень сильно поможет. Ну, и, конечно, надо сменить половину шмота на что-нибудь более, более дефенсивое. Ну, и местами не более дефенсивое. То есть, скажем, ну, пояс можно было бы сменить на более дефенсивый с примерно такими же статами. То есть, просто с базой на жизни. И, может быть, колд резиста не 7, а побольше. Там, ну, амулет у меня хороший. Надо где-то взять резиста, и тогда я смогу на нем заролить жизнь вместо резиста. Вот это вот кольцо, наверное, следующий, я, по-моему, уже говорил, что одно из этих двух колец, это следующий кандидат на смену. Потому что это кольцо чисто дефенсивое. То есть, на нем только жизнь, мана и резисты, и все. Это кольцо чисто дамаговое. На нем один, ну, полтора резиста, один и один мастерский. Но зато 27%. Да, это кольцо определенно кандидат на замену, потому что 27% элементального дамага оружием на кольце, это не такой уж дорогой стат. То есть, если я пойду на трейд, если я наберу там кольцо и элементальный дамаг оружием, допустим, жизнь и резисты. Суммарно, допустим, 60 резистов, 40 жизней, скажем так, и 30% элементального дамага оружием. Такое кольцо будет стоить... Нет, такого кольца не будет существовать, потому что я ни одного не нашел. Бывает вообще 30%? Допустим, 25% элементального дамага оружием. Все, еще ничего не нашел. Что-то я делаю не так. А, не-не-не, я неправильно сделал. Я поставил плюс 60 ко всем элементальным резистам, это не то. Суммарно, 60 к элементальным резистам. Естественно, это на стриме нет, потому что мне влом делать, показывать, в общем, браузер. Да, такое кольцо можно купить за 3 хаоса. То есть, это по 30-ке лайтнинга и коуд резиста, 40 жизней и 34% элементального дамага оружием. Это намного лучше, чем это кольцо. Резисты немножко другие, но, по-моему, да, мне огонь, в принципе, по барабану. То есть, мне нужен один резист, мне нужно только электричество на этом кольце. Так что кольцо я могу очень легко сменить, очень быстро. Это кольцо, по крайней мере. И потом, если я его хорошо сменю, то я смогу сменить и это кольцо, потому что мне не настолько нужны будут резисты отсюда. Потому что сейчас у меня резисты коуд очень сильно отваливаются, когда я это снимаю. То есть, если я реально возьму лайтнинг коуд в этот слот, то в этом слоте мне уже не нужно будет лайтнинг коуд. Ну, мне не нужно будет столько коуда, по крайней мере. И я смогу взять кольцо тоже с жизнью. элементальным дамагом и, там, каким-нибудь одним резистом. Допустим, тем же самым колдом. Амулет я уже менял. Пояс стоило бы сменить на что-нибудь. Как бы, этот очень хороший, да, но можно найти что-нибудь сильно лучше в плане жизни. Как бы, если бы он был такой же, но на базе с жизнью, то он бы был намного круче. Ну и, может быть, сапоги. Сколько у меня резистов остается? В принципе, у меня только электричество серьезно отваливается. Но это еще надо смотреть, как я кольца сменю. Ну, в общем, да, нужно проапгрейдить шмот. Надо, наверное, все-таки взять фейсбрейкера вместо Шадоус и Даст. Надо получить нормальный энчант на шлем. Ну и на сапоги, в принципе, тоже не помешать. Ну, не, на сапоги, в принципе, этот энчант хороший для убийства Адзири, например. Потому что, если я не убивал никого в последние 4 секунды, то у меня очень много урона прибавляется. То есть, без них у меня 10, ну, 11 тысяч. С ними у меня 12 с половиной, по сути. То есть, полторы тысячи оно мне прибавляет. Когда я кого-то не убивал, когда я саму Адзири пытаюсь убить, то есть, не во время ее фазы с зомбиами, а во время именно фазы самой Адзири, то я никого не убиваю. Так что, эта прибавка будет работать. Перчатки я, в принципе, наверное, чантить вообще не хочу, потому что на них слишком много всего может появиться, что мне будет мешать в плане рефлекта. А вот на шлеме хотелось бы получить что-нибудь на Баластрейн или на Лейкингэрроу. Было бы хорошо. Калчан, еще, может быть, стоит посмотреть. Этот, конечно, неплохой в плане того, что крита много элементального дамага. И жизни, и резиста, да. Но можно получить больше ДПС с Калчана. Ну, ладно. В общем, в следующем видео я не знаю, какой персонаж будет и что я буду делать. Наверное, я буду богатым в следующем видео, потому что я продам вот эту хрень и вот эту хрень. Ну, да ладно. В общем, на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.